Всем привет, я Олеся Медведева, а это тот самый блог на канале Страна.юэй, после которого все становится ясно и понятно. Социологическая группа Рейтинг 16 мая обнародовала данные соцопросов на самые разные темы. Исследование касалось рейтинга политических партий, которые пройдут в парламент, чего украинцы ожидают от Зеленского, решение военного конфликта на востоке Украины, а также отношение украинцев к Дню Победы. В этом исследовании зафиксирована важная тенденция. Украинцы массово настроены решить вопрос Донбасса предоставлением автономии ЛДНР. Хорошо относятся к России и считают, что Зеленский должен вести прямые переговоры не только с Путиным, но и с представителями неподконтрольных территорий. Это показывает, что наши сограждане целиком и полностью не разделяют царивший последние пять лет идеологический мейнстрим. Также социология демонстрирует, что мнения народа пока расходятся с теми заявлениями, которые делал новоизбранный президент Зеленский, который оседлал конфронтационную риторику в адрес Москвы. Ну что ж, давайте разберем все самые важные тенденции. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Для начала все-таки немножко затрону партийные рейтинги, чтобы понимать расклады. На первом месте, пока лидирует и однозначно проходит в Раду, если выборы будут вот-вот прямо сейчас, партия «Слуга народа» Владимира Зеленского. Второе место – партия «Оппозиционная платформа за жизнь» Бойко Медведчука. На третьем месте – БПП Порошенко. Ну а дальше уже Юлия Тимошенко, Гриценко. Возможно, смешко, если он сделает партию, кстати, да. Партийные рейтинги зеркально отражают запрос, который сформировался в обществе к Зеленскому. На первом месте среди требований к новому президенту – снятие неприкосновенности с депутатов, судей и президента Украины. Это поддерживает 53,7% респондентов. Тенденция очевидная, ведь люди хотят, чтобы те, кто натворил дело в государстве, те, кто крал, те, кто принимал антисоциальные законы, несли за это ответственность. На втором месте – прямые переговоры между Украиной, Россией, а также представителей отдельных районов, неподконтрольных Донецкой и Луганской областей. Их требует 40,9%, больше всего это поддерживают на востоке и юге Украины – 55% и 53,6%, соответственно, меньше всего на западе – 29,8%. Этот пункт очень важный, так как до сих пор для украинской власти тема прямых переговоров с сепаратистами была табуирована и зачастую приравнивалась чуть ли не к госизмене. Да и Владимир Зеленский уже неоднократно повторил, что на прямые переговоры с так называемыми ЛДНР не пойдет, а с Путиным согласен общаться лишь в присутствии старших, ведущих западных стран. Если это не предвыборная риторика, то уже к осенним выборам рейтинг «Слуги народа» может существенно упасть. И нетрудно догадаться, что подберут его те силы, которые более внятно артикулируют необходимость переговоров с Путиным и сепаратистами. В первую очередь оппозиционная платформа «За жизнь». И если весной Зеленский по сути забрал часть голосов у политиков Юго-Востока, то ближе к осени он эту часть голосов уже может им снова отдать. И тогда парламентский расклад может стать не таким, как сейчас показывают социологические опросы, а другим. Видимо, поэтому «За не скрывает», что хочет распустить Раду и поскорее провести перевыборы, чтобы не терять избирателей. Кстати, такой распуск – еще одно требование украинцев, которое входит в первую пятерку самых важных шагов нового президента. А вот наименьшей популярностью в качестве первого шага Зеленского пользуются перезапуск антикоррупционных органов и переговоры о вступлении в НАТО. 11,4% и 9,9% соответственно. То есть главным внешнеполитическим заданием для Зеленского является урегулировать вопрос Донбасса. Причем совсем не тем образом, о котором последнее время говорит новый президент. Как украинцы видят это урегулирование – второй вопрос по важности. Для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта, предоставление автономии для неподконтрольных территорий, а эту идею, как известно, активно продвигает оппозиционная платформа, поддержала бы почти половина населения Украины, а именно 49%. Хотя Зеленский неоднократно заявлял, что он против автономии и особого статуса для Донбасса. Ну а там как будет – посмотрим. Еще одним важным социологическим звоночком для нового президента является отношение людей к России, а также к другим странам СНГ. Зеленский ранее заявлял, что общего у нас с Российской Федерацией только граница. Однако многие респонденты опроса думают иначе. Среди опрошенных украинцев 40,3% позитивно относятся к России, 9,2% из них очень позитивно, 31,4% скорее позитивно, чем негативно. 31,4% скорее позитивно. При этом негативно настроен на КРФ почти 60%. Но это не так много с учетом антироссийской риторики властей и медиа за последние пять лет, а также всего случившегося между нашими странами. Ранее в одном из своих блогов я уже рассказывала, что за последние два года число симпатиков России в Украине возросло. Это было связано с недоверием к власти Петра Порошенко, которая постоянно навязывала антироссийскую риторику, но при этом становилось жить все хуже. И именно на этой волне и победил Владимир Зеленский, который, правда, в последнее время начал повторять многие штампы эпохи Порошенко. Слово, вектор симпатии украинцев не исключительно прозападный. Так, 53% респондентов ответили, что позитивно относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко, главному союзнику Российской Федерации. И это самый популярный иностранный политик, согласно опросу. Среди украинских политиков такой рейтинг есть разве что у самого Владимира Зеленского. Пока что есть. На втором месте после Лукашенко идет канцлер Германии Ангела Меркель. Ее поддерживает 41,3% опрошенных. К президенту США Дональду Трампу позитивно относятся 22,6% украинцев, а к Владимиру Путину 12%. 9 мая, вопреки официальной точке, зрение 83% украинцев считают великим праздником. При этом для 56% опрошенных важность этого праздника за последние годы только возросла. Каждый год мы наблюдаем, что на этот праздник на улицу выходит все больше и больше людей. А в этом году в некоторых городах Украины возложение цветов и праздничные мероприятия не только посетила власть, но и возглавила их. Это связано с неприятием политики Порошенко в отношении исторической памяти. Перенос праздника на 8 мая и смену его названия на День памяти и примирения, как призывают чиновники, почти 70% украинцев считает неправильным. 40% думают, что нужно праздновать лишь 9 мая. 47% – оба праздника. Ну и здесь стоит обратить внимание, как на данные этого соцопроса отреагировали люди, которые последние 5 лет насаживали украинцам пропорошенковскую, так сказать, идеологию. После результатов, после публикации результатов этого соцопроса очень интересно наблюдать за реакцией сторонников партии войны. Для них результаты этого социсследования стали настоящим шоком, судя по их публикациям в соцсетях. Так журналист Петр Шуклинов пишет, если вы голосуете за прямые переговоры в кавычках с боевиками, придумайте заранее, куда вы будете бежать. Я, например, пишу из Киева, война здесь будет эхом. Но вам, тем, кто выбирает прямые переговоры, пора оценивать степень подготовки бомбоубежищ вокруг своих домов. Война будет на ваших улицах, в ваших квартирах и домах. У вас не будет еды, не будет работы, не будет денег. И вам пора объяснить своим детям, как держать автомат. Вам пора объяснять своим мамам и отцам, что делать, когда начинается артобстрел. Вам пора составлять план побега из города в мирной области Украины. Вы этого еще не сделали, но вы за прямые переговоры? Тогда вы просто безумцы. И это тоже приговор целой нации. Я решила показать вам именно эту публикацию, потому что, как мне кажется, она характерно отображает агонию. Агонию тех людей, которые занимались совсем иной пропагандой последние пять лет. Но она не сработала. Она испарилась, як роса на солнце. Ну и, конечно же, мы видим, что сторонники партии войны, а также представители партии войны, они не хотят мира. Они не заинтересованы в переговорах, потому что, возможно, им нравится война. Другого объяснения я лично не вижу. Ну что ж, вот они самые яркие тенденции из социологического исследования группы «Рейтинг», которая была опубликована 16 мая. Ну, по сути, последние. Новее нет. На этом у меня пока все. С вами была я, Алиса Медведева. Ясно, понятно, блог на канале «Страна.юэй». Подписывайтесь на наш канал, ставьте этому видео лайк, пишите свое мнение в комментариях. Если вам видео понравилось, поделитесь им со своими друзьями. Совсем скоро мы с вами снова увидимся и будем пристально следить за инаугурацией нового президента Зеленского 20 мая. Мы будем там, мы будем все снимать и обо всем, конечно же, рассказывать вам в блогах, ясно, понятно. Совсем скоро мы с вами снова увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok